предлагаю просто сейчас снять девайс и поджечь просто от газа вот открутись из девайса поджечь и посмотреть дальше уже будет видите виду ряд искры его поджечь или что режет равны держит давление поставил тут минимальная имеете ввиду поджечь его просто от этой у нас просто кончился газ я закрыл же его еще раз нет слишком много большой поток малого слишком много газа еще раз надо потом подбавить воздухом 10 11 градусов вот датчик температуры воздух на полный работает нестабильно и неправильно соотношение газ так что мы можем что мы будем давайте с этого начнем давать я мы можем подойдем довольно таки сложно если очень-то стараться что-то нужно выдать теперь мы сделаем другое надо нам его поставить датчик температура может быть попробовать вывести его на максимальную давайте чтобы была температура другая да здесь он только начал вот мне кажется подачу воздуха надо вместе с газом тоже увеличивать я максимальная подача воздуха вот у меня сейчас практически отрыв пламени есть вот без отрывов если мы увеличим подачу газа получается отрыв пламени я вот сомневаюсь это именно для пропана отверстие в винджептере потому что это это важно у пропана отверстие в инжекторе должен быть меньше чем у метана там процентов наверное на 40 не меньше чем на 40 процентов и отверстие в инжекторе метану так просто не возьмем же помните можно можно тоже другое есть у вас есть где взять или у вас есть газ у нас есть где прямо подойти подключиться сейчас и попробовать ну давайте сейчас сделаем с пропаном уже что нам даст пропан метан соотношение с воздухом нам даст если у нас неправильный размер в инжекторе это там ноль не помню сколько у метана калорийность выше и у него это отверстие меньше у верни у пропана калорийность выше отверстие меньше у метана калорийность ниже отверстие больше отверстие больше отверстие больше для самого газа соответственно воздуха ему нужно будет значительно меньше значит можно будет подать больше поток газа Ну да, может быть мы пытаемся через метановскую горелку выпустить пропан. Вот в чем дело. Ну, давайте проверим, что-нибудь, чего-нибудь добьемся. Ну, я могу сделать что? Розжик нам так просто не нужен. То есть нам нужно сначала добиться температурой. Что-то будет горела горелка, да. Она прям холодная. Когда она нагреется, к утру пройдет время. Да, совершенно верно. Мы можем... Я полагаю, что давайте мы сделаем посередине. Давайте-ка мы... Вот так. Мы сейчас подключим метан. Есть чем-то зажимчик какой-нибудь, датчик температуры сюда поставить? Магнитный подойдет, но бой. Я бы... Как угодно, но не к самой горелке. Я бы вот так вот сделала бы. Вот какая горячая катушка. Ну, значит, ее надо выключить из сети. Еще отсюда снять? Да, потому что эти катушки, они не предназначены для прямого включения. Она может сгореть. Еще, еще... Вот у него даже выход пахнет неправильно. Там как будто проходит неполное сгорание газа. Вот такой вот выход у него. Вот я сейчас воздух закрыл. Все, погасло. Погасло. Теперь мерзкий огонь загас. Сейчас будем нажать. Вот, вот, вот. Не думаю, что начнет. Честно говоря, это ни о чем. Давайте решать вопрос с метаном. С метаном? Давайте. Попробуем вручную зажечь и попробовать туда вставлять. Ну, да. Товарищ кран мне не нравится. Сейчас метаном подтянем. Нагрелся? Все, весь девайс нагрелся. Не должен быть таким горячим. Весь процесс горения должен происходить где-то вот здесь вот. А здесь просто идет поток газ и с подмешиванием воздуха. Вот это как, Женя, показать отрыв пламени и все дела. Ну, про пламя отрывает. Вот, скажем так, вот на минимальном, на том... Ну, надо же. Прикрой воздух. Просто прикрой воздух. Прикрой воздух. Добились стабильного горения. Нормальное, сильное, синее, прозрачное пламя. Соотношение газ-воздух великолепно. Вот эти небольшие всполохи красные. Ну, сейчас появится тяга, когда засунем сюда. Да, и посмотрим. Не хватает воздуха. Чуть-чуть приоткрывает. Или это горячо. Ну, там это. Вот и подошел к шелку пламени. Так. Вот и ушел от рекламени. То есть, если у нас воздуха хватает... Олег, вы знаете, тут может быть еще одна причина. У нас нет системы дымоудаления. Ну, оно тягой должно выходить. По идее. То, что оно должно, мы знаем, но оно не знаю, что оно должно. Логично. Так, сейчас как бы бахнет, Лен. Да, по идее... О, оно даже не нагрелось. О, нагрелось оно здесь уже прилично, но... Вот сейчас я его полностью закрою. У меня есть предложение. Да. Насверлить. Вот здесь вот добавить... У нас будет поток воздуха. Несколько отверстий совершенно верный. Мы добавим воздух ему. Ему не хватает воздуха. Хорошо, если я потом запретим болтами. Ну, это же металл. Мы можем в любом случае... Заварить. Заварить, заварить. Давайте попробуем. Засверлим здесь. Добавили два отверстия для подачи воздуха. Будем экспериментировать. Так. Этот кран просто убираем из системы. Из системы. И начинаем работать другим краном. Пока ничего не меняю, отставляем. Да, вот. И там будем корректировать. Прикрывайте тогда воздух. Сейчас, сейчас. Мне кажется, он там же добавляется. Хотя не так. Не кажется, что надо наоборот добавлять. Ну, давайте попробуем. Просто он потом отрывает, вы видите? Видите? Значит, идея с тем, что воздуха не хватает, была верна. Вот сейчас он подсасывает через эти отверстия дополнительный воздух. Вот, видишь? Вот, видишь? Погасли. Тогда может открыть там еще немножечко больше? Наоборот. Газ делаем минимально. И пробуем с самого начала. Даже при минимальном газе. При минимальном газе добавили воздуха. И он начал гореть правильно. Вот сейчас он горит неправильно. Мало воздуха. Добавляем ему воздуху. Он становится прозрачным. Синего цвета. Ну, голубого под газ. Так, если теперь пробовать подкручивать. Сейчас у нас газ открыт минимально. Вот теперь нужно решить по воздуху. Минимальному количеству газа, сколько нужно воздуха. Сейчас будем пробовать. Прикрываю воздух. Прикрываю воздух. Дергается пламя. Пламя нестабильное. Открываю воздух. Но рывков меньше. Но они все равно есть. Я считаю, что надо добавить еще два отверстия. Для воздуха. Добавить еще воздуха, да. Давайте попробуем. В конце концов, мы с металлом имеем дело. Разжигаем на менюме. Скажем так, минимальное. Оп. Отрыв. Только чуть-чуть неправильно. Дотронулся к крану. Разотрыв. Так. Не хочет. Нет магниту. Угол просто здесь не 40, а не 45, а 125 примерно градусов. И поэтому он... А вот так вот, да. Я шланг такой. Так, смотрите, уже стабильнее работает. Сейчас можно даже попробовать ему... Даже не газом, а воздух может быть. Что? Подавать или нет? Воздух у меня открыт наполнен. Ага, воздух наполнен. Воздух наполнен. Да, ищем подачу газа. Кстати, он сам себе давление добавляет. Какому дали больше огня, он взял больше смеси и скорость возрастает. Причем просто нужно плавно это все подавать, чтобы он успевал разогнаться. Я обращаю ваше внимание на то, что мы добавили еще два отверстия. Да. И газа можно теперь дать больше. Больше, да. И надеюсь, что получится. Мне-то кажется, что нам надо добавлять еще два отверстия. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим по поводу того, насколько можно открыть воздух. Если... Воздух... Ой, газ, газ, газ. Если вы снимите отсюда, вы увидите, что пламя работает уже постабильнее. Так, держите. Будем добраться. Попробуем. Работает постабильнее. Работает постабильнее. Так, температура отходящих газов пока что еще невысокая. У нас хажень вообще не такая. У нас нет тяги. А знаете что? Меня интересует вопрос. А если у нас перевернуть ее? То есть в данном случае у нас потопка воздуха идет вверх. И отработанный газ собирается вверху. Все правильно. А если мы сейчас поставим газ сверху, чтобы это все с меньшим давлением уходило вниз? Я думаю, что в любом случае отработанные газы теплые. Поднимаются вверх. И дорога только вверх. Я думаю, просто можно реально эксперимент сделать. Мы сейчас просто переставим. Просто лежа положите ее. Давай туда. Так, конечно же, газу легче. На данный момент газу легче. Ну вот самого потока тут не появляется. Ну и не должен быть, правильно? Он должен быть. Здесь должен быть поток прямо видимый. Видимый глазами прямо поток. Его здесь нет. Ну сейчас пока нет. А если сейчас ее пробовать переставить еще на углу? И попробовать изменится или что-то? Просто чисто ради опыта. Смотри, там горячем будет. Нет, нормально. Я прогрел. Так. Теперь. Нет, вы смотрите, пар видите? Ничего не поменялось. Вот пар как выходил. И причем пошел отрыв. Это влага. Это влага. Ничего, ничего. Это влага. Считаю, что надо добавить еще воздуха. Давайте сделаем еще пару отверстий. Считаешь, надо добавить. Так. Думаю, влаги ближе до шкафа. Так, ну что. Давайте попробуем, что мы тут увидели пламя. Это вот, отлично его все видно. Шесть отверстий дополнительных 5-миллиметровых для воздуха. Так, погасли. Смотрит пламени. Пробуем еще раз. Боже мой, горелка разогрелась. Вернее, инжектор разогрелся. Тоже быть холодным, по идее. Так. А теперь потихоньку добавляем. Появилась тяга. Появилась тяга. Воздух открыт на максимум, да? Да. Добавляем газ. Кажется, надо какой-то такой краник иметь. Чуть-чуть не с редуктором. Олег, есть у меня один инжектор специальный.